всем привет друзья продолжение моего видео анонсированного недавно о том что тут у нас случилось и произошло на острове уайт друзья я не ожидала что вы не поймете что это был просто анонс я так и сделала специально на самом интересном месте я остановила свое видео ну вот для того чтобы конечно же вас заинтересовать и вот сейчас я хочу вам полностью рассказать эту историю которая произошла здесь ну не так и давно как раз где-то после нового года в начале января сегодня такое классное место мы проезжаем а я к сожалению видите не смогла занять свое любимое место впереди в автобусе поэтому вам ничего показать не смогу хотя может быть даже как вам будет тоже интересно посмотреть вот видите как у нас здесь ездят люди нашим замечательным двухэтажном автобусе сейчас расскажу вам историю про этот автобус двухэтажный вы помните наверное что я катаюсь на втором этаже я сижу прямо здесь на самом верхнем месте и вот вы знаете что у нас тут один автобус но где-то две недели назад сошел ночью с трассы и разбился вот это странное дело для меня сейчас покажу вам фотографии к сожалению не очень хорошего качества они взяты из bbc news статья об этом происшествии я даже вам хочу немного ее зачитать 13 человек пострадали когда двухэтажный автобус съехал с дороги и въехал в поле одиннадцать из них были доставлены в больницу святой марии после аварии примерно в 18 часов вечера двое пассажиров остается в больнице с тяжелыми травмами автобус номер два ехал в райд по трассе во время крушения полиция хэмпшира закрыла дорогу на несколько часов для проведения расследования и значит так он сказал что все компании автобусные помогают полиции с их расследованием но в настоящий момент еще трудно сказать из-за чего произошла авария главное как говорит главный менеджер автобусного парка это не механические повреждения автобуса значит двое пассажиров были освобождены пожарными с помощью режущего оборудования и затем только с ними стали разбираться медики пожарники заявили что им пришлось работать в тяжелых условиях после прибытия на место происшествия мы работали в очень сложных условиях сказал один из них при плохом освещении но работали слаженно а служба скорой помощи острова вайт заявила что направила немедленно семь машин скорой помощи и две машины для перевозки тяжелых пациентов вот такая была статья я только постаралась вам там из этой статьи выбрать наиболее интересные моменты под я очень длинная и вообще ее тут эту новость у нас освещали почти во всех новостях на острове white потому что это действительно история произошла впервые во-первых меня удивило то что автобус просто съехал в поле он ни с кем ни с чем не столкнулся но поле есть поле да это даже не лес чтобы налететь на дерево там на автобусе не видно каких-то особых повреждений хотя конечно трудно судить но вот удивило меня то что двух человек пришлось вырезать специальными инструментами то есть они были зажаты довольно серьезно и когда я узнала дальше более подробно потому что меня этот вопрос вообще сильно заинтересовал я езжу именно на маршруте номер два который попал в аварию и я вот специально показываю вам как эти автобусы здесь на такой узкой трассе разъезжаются иногда довольно сложно те кто со мной на покатушках ездит на автобусах видел много раз какие узкие дороги на острове white и как они просто виртуозно я всегда говорила здесь вот управляют этими громадными автобусами ну вот видите получается что не всегда все обходится гладко расследование говорят еще не завершено и до сих пор не знают причину вот этой вот странной аварии а вы знаете что я вот езжу постоянно я ездила постоянно на автобусах мне очень нравится с первых сама я тут много чего нового увидела совершенно другой вид как вы понимаете того чего невозможно увидеть когда ты едешь на машине на автобусе просто шикарный вид поэтому я и для вас удовольствием эти делала съемки вот как сейчас я знаю что вам тоже нравится иной раз по моему даже можно лучше здесь увидеть все эти домики замечательные деревушки которые мы проезжаем даже лучше смотрятся нежели когда я хожу пешком но и вот понимаете как интересно получилось что я как раз вот буквально за день перед этой аварией я ехала вечером на автобусе номер два где-то тоже часов в шесть и меня удивило что он просто несся как сумасшедший там все мелькало ничего было не видно мне как пассажиру я сидела как обычно наверху над водительским на сиденьем на втором этаже я еще подумала куда он так несется господи может же и в поворот не вписаться да и вообще если я так плохо вижу то наверное водитель тоже не очень хорошо но вы знаете вот как-то тогда обошлось я приехала домой моя интуиция мне подсказала как-то очень странным образом что уже мне как бы и не стоит наверное ездить на автобусах давай как сделаем передышку я даже не поняла честно сказать почему но вот так произошло что я потом в течение нескольких дней вообще на автобусе не ездила и вот выходит вот эта статья буквально вот на следующий день произошла авария после того как я отказалась ездить на автобусе повинуясь своей интуиции порой говорят друзья что есть такие моменты в жизни которые необъяснимы вообще потому что смотрите что произошло именно вот на вот этом месте над водительским сиденьем на втором этаже сидели двое человек которых пришлось потом вырезать специальным оборудованием то есть они были очень сильно зажаты там я не знаю как произошло и чем они уж так там были зажаты обо что ударился этот автобус я не могу сказать но меня поразило то что именно вот эти передние сиденья они пострадали и опять же понимаете автобус номер два и время примерно то же самое когда я возвращалась со своих прогулок около шести часов вечера поэтому странным образом меня как говорится мой ангел-хранитель спас ну тем не менее вот люди пострадали кто-то может сказать да ну разве это авария там вообще как говорится жертв нет крови нет но вы знаете защемление мягких тканей насколько я знаю это тоже очень серьезное дело и она потом может долгие годы еще аукаться людям ну и понимаете еще что все-таки остров white очень тихий спокойный это не скоростные трассы здесь поэтому вот и удивительно что бывают вот такие вот аварии хотя на большой земле там на мэнленде эти аварии случаются постоянно в но ничего не поделаешь все равно мы пользуемся автомобилями автобусами также я вот например спустя две недели опять еду на автобусе опять наслаждаясь видом и сейчас мы будем проезжать деревушку сан хеллен и вот это вот церковь тоже называется сан хеллен святой елены церковь я вам ее в анонсе тоже показывала здесь она на углу на трассе расположена и я хочу вам сейчас рассказать поподробнее по моему довольно веселую историю которая произошла на территории этой церкви вот видите лужайка здесь такая красивая как обычно бывает у них и кажется что вроде бы по ней ходить очень легко но если присмотреться то видно по крайней мере вот я иду я чувствую что у меня под ногами здесь это сырость швакающая такая здесь переизбыточная влажность и и если вы как бы идете не очень осторожно здесь по этой зелени то можно поскользнуться и упасть упасть в общем в эту грязь и в жижу и вот именно здесь на территории этого кладбища этой церкви сан хелленс произошла очень интересная история говорят что где-то лет сто назад ходил по этому кладбищу очень грузный очень неуклюжий тяжелый человек и он оскользнулся вот именно на вот этой вот зелени и упал даже говорят что к на каком-то пригорке что он проехался так знаете довольно длинно наверное на метр он проехал по по этой траве он эту траву всю стащил конечно же своим тяжелым весом и когда он поднялся чертыхаясь он вдруг увидел что в грязи под этим дерном что-то такое блеснуло ну и когда он стал поближе все это рассматривать то оказалось что он задел какую-то старинную старинную склянку с золотыми монетами и вот так случайно получилось что человек нашел клад просто упал понимаете вовремя и в нужном месте говорят даже что он пожертвовал конечно же все эти золотые монеты на реставрацию ремонт этой старинной церкви вот такие вот слухи ходят здесь довольно часто об этой истории рассказывают тем кто посещает эту церковь святой елены ну а церковь в общем-то ничего особенного из себя не представляет я внутри там была если желаете напоследок то давайте я вам покажу то что находится внутри этой церкви еще одна англиканская церковь называется церковь святой елены сан хелен черч я ее проезжала очень часто и все хотела зайти посмотреть посетить она вы знаете как обычная англиканская церковь девятнадцатый век и так же точно старые захоронения вокруг церкви это все мы уже с вами видели много раз ну и давайте зайдем внутрь и посмотрим как она внутри очень простенький алтарь внизу вертепы видите опять церковные какие-то захоронения здесь справа и слева сиденья для церковного хора вот видите здесь дальше скамейки для прихожан наверху орган огромный это все можно найти в любой англиканской церкви и вот здесь еще видите тоже скамейки наверх подъем купель крестильная сегодня у нас даже крещение можно наверное было бы налить воды и примыться здесь но воды нет к сожалению наверху при входе герб англии единорог и лев видите церковь действующая так как сейчас здесь никакой службы никакой молитвы не проходит поэтому никого и нет но эти церковь всегда открыты чем дальше они от центра тем чаще они стоят открытыми но на сегодня у меня для вас все друзья спасибо всем кто досмотрел до конца и кто в конце поставил лайк всего вам доброго еще увидимся пока пока так Продолжение следует...